Горожане победили после опроса в ЦОМ власти Свердловской области, отказались от строительства храма на месте сквера. Исчерпан ли конфликт? В комментарии Георгия Бовта. В ЦОМ опубликовал итоги опроса жителей Екатеринбурга о месте строительства собора Святой Екатерины. 74% назвали выбор места неудачным. После этого губернатор Свердловской области Евгений Ковишев написал в Инстаграме, что конфликт исчерпан и надо искать новое место для храма. Этому предшествовали массовые акции протеста против постройки храма в Центральном городском сквере, в которых участвовали несколько тысяч человек. Несколько человек были арестованы. Можно ли говорить, что ситуация разрешилась, продолжит Георгий Бовт. Глава в ЦОМ оказался в Екатеринбурге уже 17 мая, на следующий день после распоряжения президента провести в городе опрос. При этом, давая комментарий местной облгазете, и говоря о сложности формулировки вопросов и технологиях опроса, он ни словом не обмолвился о том, что в ЦОМ уже проводил в это самое время телефонный опрос горожан. Не сказал он и о намерениях такой опрос провести. И правильно сделал, потому что мог встретить противодействие. Ведь в это же самое время мэр города, тот самый, который вышел к протестующим лишь после того, как оценку ситуации в городе дал президент страны, еще только рассуждал о подготовке опроса, наборе волонтеров и методологии, обещав опубликовать результаты городского опроса 24-25 мая. Сразу после объявления результатов в ЦОМ, мэр города заявил, что, мол, эти результаты не являются решающими для принятия окончательного решения. И это он, конечно, сильно погорячился, что еще раз говорит о нем как о человеке, не очень пригодном к публичной политике и мало что в ней понимающем. Мэра тут же поправил губернатор Куйвышев. И, видимо, не только он. Видимо, в Москве на соответствующем уровне было решено, что городскими властями Екатеринбурга уже достаточно наломано дров и наделано ошибок, чтобы позволить им продолжать это делать и дальше. Решили перехватить инициативу, чем прежде всего положить конец массовым протестам, которые стали ответом на топорные действия городских властей, и в результате которых о строительстве храма не только узнали более 90% горожан, но и три четверти из них выступили на стороне протестующих, чем показали определенный жест как властям города, так и губернатору, который было попытался сыграть роль посредника, но после первой же неудачной попытки сложил руки и стал, видимо, смотреть молящим взором в сторону Москвы. Пусть она решает. Задача прекращения волнений, кажется, решена. Ведь дело явно шло к тому, что мэрия провела бы опрос таким образом, чтобы место строительства собора в сквере под драм-театр осталось прежним. Тем более, что формулировки, в которых президент такой опрос посоветовал провести, как раз допускали возможность переноса скорее сквера на новое место, чем храма. Это гарантировало бы продолжение протеста. А вот результат в ЦИОМ никому в здравом уме и трезвой памяти не придет в голову оспаривать. Вариант строительства в сквере отвергнут однозначно. В ЦИОМ это не та организация, мнением которой мэрия Екатеринбурга сможет легко понебречь. Тем более, что 90-процентное возражение против именно планов мэрии по месту строительства трудно назвать чем-то иным, нежели выражением вотому недоверия городскому голове. В принципе, после таких провалов подают в отставку или отправляют в нее. Ситуацию в Екатеринбурге удалось разрулить чисто политтехнологическими методами. Теперь любой результат голосования по новому месту строительства храма уже не вызовет столь массовых протестов. Ведь протестантам дали возможность победить, им пошли на уступки. Протестовать в принципе против нового храма на том месте, за которое выскажется большинство, будет глупо. Тем более, что в опроснике опции не строить ничего вообще, скорее всего, не будет. В итоге может появиться нечто вроде компромиссного решения. И если в следующий раз к выработке компромисса по другим вопросам в Екатеринбурге или другом городе удастся прийти без помощи ОМОНа, вмешательства президента, а также срочной отправки на место московских социологов и политтехнологов, то это будет вообще прекрасно. Вопрос со строительством храма Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга закрыт. Храм будут строить в другом месте, заявил Свердловский губернатор Куевышев. Этому предшествовала публикация данных опросов ЦИОМ за строительство церкви. Именно в сквере у драмтеатра, по данным социологов, высказались лишь 10% опрошенных против 74. Екатеринбургская епархия возразила в своем специальном заявлении. На сайте епархии отмечается, что итоги опроса не могут отражать действительного положения. Цитата Опрос в ЦИОМ показывает, что большинство жителей Екатеринбурга поддерживают строительство храма Святой Екатерины. Но оценка места строительства, по всей видимости, связана с определенной напряженностью, еще присутствующей в обществе в связи с недавними событиями. Опрос, проведенный во время обострения ситуации, когда сторонам не дана возможность предоставить аргументы, не может отражать действительного положения дел. Проведенный опрос – всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю перегретость общества. Наряду с эмоциональным напряжением имеет место серьезная недоинформированность горожан относительно проекта строительства храма, благоустройства сквера и городской набережной. Городскому сообществу пока сложно составить объективное мнение о проекте. Главный опрос впереди. Мы по-прежнему молимся. Телеведущий Владимир Соловьев, который ранее назвал жителей Екатеринбурга бесами, обрушился с критикой на Ельцин. Центр почитал опрос сам манипулятивным о решении власти. Прислушаться к мнению большинства – классальной ошибкой, так как опрос проводился в перегретом обществе. Это если у человека померить температуру, когда он болен, покажет 39 градусов и сказать, что это нормальная температура, отметил Соловьев. Теперь мэру Екатеринбурга Александру Високинскому пришлось успокаивать уже сторонников храма. Он собрал специальную встречу с ними, пришли священники, принесли позолоченный образ святой Екатерины. Людей много, мест в зале нет. Обстановка и выступления по замечаниям местных журналистов очень напоминают стендап-шоу. Обсуждают, где опрашивать людей по новым площадкам под храм. «Если всех устраивают торговые центры, будем вести переговоры с торговыми центрами». «Не, в храмах мы согласны, а не в храмах». «Вот, давайте без провокаций. Когда мы обсуждали социологический опрос, все прекрасно понимают, что если его проводить около храма – это одно, если его проводить в других местах – это другое». «Может быть, вы опасались, что мы будем что-то кричать. Давайте мы один раз крикнем только и больше не будем. «Христос воскресе!» «Христос воскресе!» «И на этом мы закончим. Любые крики раз и навсегда, и каждый следующий выступающий будет поднимать руку, кротко и смиренно ждать Александра Геннадьевича благословения на то, чтобы высказать свою позицию». Эксперты рассуждают о значении истории с храмом и сквером в Екатеринбурге в политической жизни страны, почему власти, столицы Урала, решили все-таки принять во внимание опрос в ЦИОМ, хотя сразу после публикации мэр города говорил, что администрация не будет учитывать цифры. Тут взвесили риски, считает политолог Константин Симонов. Покажем слабину, люди поймут, что они могут через улицу решать вопросы, и все, эффект домино, и пиши про баллы. Логика вторая заключается в том, что если вы все время гайки закручиваете, то у вас резьбу рано или поздно все на сорвет. И упираться по совершенно глупым поводам, на самом деле, штука достаточно опасная, в ситуации, когда, в общем-то, обстановка в стране не выглядит сверх благополучной и полностью контролируемой. Лучше иногда уступить в мелочах, наоборот, люди обрадуются, и периодически сверху приходит сигнал все-таки сдать назад. Константин Симонов, тем не менее, жители Екатеринбурга празднуют победу, но не то, что в сквере не будет храма. Люди протестовали не против храма и не против места, а против того, что никто не спросил их мнения. Это уже не в первый раз. Верят ли местные в объективность опросовцом и что думают по причине митингов? Житель Екатеринбурга, Владимир. Это победа гражданского общества на непонимание со стороны власти, со стороны эргархов и прочих замечательных людей. Я надеюсь, что эта тема у нас будет развиваться, что пока не станет какой-то последней точкой, что дальше этого не пойдет. Я надеюсь, что дальше будет у нас гражданское общество развиваться, не только в Екатеринбурге, но и по всей стране. И по таким образом добьемся посвятания. Житель Екатеринбурга Антон. Собственно говоря, я не знаю, почему народ так сильно завелся на этот сквер, поставить церковь, при этом, собственно говоря, вырубая другие скверы в горы, под застройку жилую. Ну, очень непонятно, кто с этим стоит. А так, действительно, наверное, там храму не очень место было. Можно было другое место найти. Возникло ощущение, что протесты были вызваны даже не столько тем, что будут строить храм в центре города, а тем, что никто ни с кем не советовался, никак не ожидался. Да, тем, что власть забила на народ все правильно. То есть тут уже потом начали вот это мнение уже, собственно говоря, спекулировать, что народ против ценит к вею, народ и все это. А основная задача в том, что, собственно говоря, власть забила на народ, при том, очень так это, плотненько. Ну, если бы Путин пальчиком не погрозил, я бы мог бы так бы и забили. Повязали бы всех, упаковали бы ОМОН спокойно, если бы была команда ФАС сверху, а тут сказали, не трогать, и все. И власть наша сразу городская, областная засунула язык. Да, 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 надо убрать. Потому что не думаю, что в целом, который остался 74%, ну, блин, это тоже правда. По вашим наблюдениям, все-таки среди знакомых, коллег, большинство... Почему они там были из-за того, чтобы был этот сквер? Еще больше, которому было, честно говоря, вообще плевать. Вот эти протесты, которые все-таки привели к решению в пользу протестующих, в дальнейшем скажутся как-то на региональной политике, на взаимоотношениях к власти и обществу? Думаю, нет. Жительница Екатеринбурга Екатерина. Есть еще площадка за территорией цирка. У нас там недострой гостиницы, очень долгий проект, который никуда не шел. И думаю, это был бы оптимальный вариант, как в позиции многих. По мне, так это идеальный вариант был бы на место разрушенной башни. То есть тема, которая, в принципе, и начала разногласия с жителями вошла, что нас с них спросили, что сделать с башнями. Просто взяли, приняли на себя решение и снесли ее у КМК. Для строительства арены общественные отлушания прошли, не сказать, что бы незаконно, но точно нелегитимно. И если бы на месте разрушенной башни сейчас возвели этот храм, это бы как бы закрыло этот гешат, этот вопрос. Местные жители Один из участников акции протеста в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд по правам человека на сдержание ареста во время, как считает заявитель абсолютно мирного протеста, всего за время акции протеста в 13 мая в городе были задержаны 96 человек, 33 из них арестованы на сроке от двух суток до 15. Продолжение следует...